Как показывает статистика, кустанайские водители до сих пор не всегда уступают дорогу скорой помощи. Также помехи создает хаотичная парковка вдоль дороги. Сегодня стражи порядка только предупреждали участников дорожного движения. Обычно таким водителям грозит штраф в размере 10 МРП, что составляет более 25 тысяч тенге. Согласно статье 598 части 2 КУАП РК Республики Казахстан, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу, приближать скорая помощь с проблесковыми маячками, то есть прижаться вправо. К сожалению, за это правонарушение лишение водительских прав не предусмотрено. По словам майора Байтакова, часто неотложку не пропускают водители автобусов. В ходе рейда их предупреждали чаще всего. Рейд инициировали в профсоюзном центре Кустанайской области, к которому присоединился отраслевой профсоюз медработников СИНМ. Его председатель Татьяна Булгацевич до сих пор помнит трагический случай, произошедший два года назад. Мы очень тяжело переживали трагедию, когда наша коллега-акушерка из Миндагаринского района перевозила женщину в тяжелом состоянии из Миндагаринской ЦРБ в областной родильный дом. Ситуация возникла на перекрестке, то есть машина потерпела ДТП и акушерка погибла. Когда скорая едет на вызов, счет идет буквально на минуты, ведь на кону может стоять жизнь человека. Такой случай произошел 13 июля, когда вне отложки находился больной в прединфарктном состоянии. Карету медпомощи не пропустил внедорожник. Однако при расследовании ДТП виновным посчитали водителя скорой помощи. Пострадали транспортируемые пациенты и сотрудники скорой помощи. Имеются регламентирующие приказы Министерства здравоохранения, где совершенно четко оговорены временные критерии. Практика показала, что кустанайские водители не всегда отдают преимущество спецтранспорту. Но как только на дороге появились полицейские, водители вспомнили, чему их учили в автошколе. Там же может кто-то оказаться из моих родственников. Обязательно. Я не знаю, как водители вообще проезжают. Если уже слышишь, уже должен быть где-то сосредоточен. В нашей стране административный закон достаточно либерален к водителям, не соблюдающим ПДД, считает участница рейда Екатерина Смышляева. Если хороший адвокат у водителя не специального транспорта, то доказать вину невозможно. То есть всегда будет виноват автоматический водитель скорой медицинской помощи. Организаторы рейда советуют водителям хотя бы раз задуматься, как они поступили бы, если проезжающая скорая ехала к их близким.